Музыка Многие просили рассказать об акустическом поролоне, что вы видите сзади меня, наклеенным на стену. Насколько это важно для прослушивания музыки, насколько неважно. Ну то есть эта тема, она многих очень интересует, поэтому сегодня пообщаемся на эту тему. Что это дает, что это не дает, нужно ли вам использовать поролон и так далее. Чтобы не вдаваться в теорию, я расскажу именно свою историю, почему у меня появился на стене акустический поролон. В общем-то, когда я переехал в новую квартиру, то для аудио я решил отвезти достаточно большую комнату в районе 20 метров, даже побольше. И на уровне планирования, где что будет располагаться, я как-то не придал значения, где у меня будут располагаться колонки. В принципе, я решил, что когда будет завершен ремонт, тогда я, в общем-то, подключу и послушаю. В итоге, что у меня вышло. Я положил на пол ламинат, достаточно сильно отражающий элемент. А стены просто обои, как бы были, ну бетонные стены и на них наклеены обои. Плюс, еще я сделал потолок навесной. Надо мной сейчас можно видеть вот этот вот навесной потолок. Его особенность такая, что, по сути, это мембрана, схожая с натянутой мембраной на барабане. Поэтому, сами представляете, если вы слушаете музыку, то она прекрасно может давать резонансы. И в итоге, что получилось, когда я в квартиру привез усилитель, а тогда это как раз я решил, что надо привезти какой-то усилитель, который не очень тяжелый, чтобы еще, потому что в других комнатах еще велись ремонтные работы. И я решил ограничиться именно таким каким-то нетяжелым по весу усилителем. Я взял Marantz 6004, по-моему. Вот. Я привез Marantz 6004 усилитель. И колоночки я тоже взял небольшие. Это были монитор аудио RX1, по-моему. Это, в общем-то, колонки из серии вроде бы как Silver, но на самом деле динамики там из предыдущей серии Gold. То есть, если вы посмотрите предыдущую серию Gold, это одно и то же по динамикам серии RX1, вот Silver RX1. То есть, Gold те устарели и их переименовали в RX1. Поэтому, ну, как бы, достаточно высокий был уровень акустики. И я привез, подключил и, в общем-то, ужаснулся. Звук шел с кошмарным гудением, потому что комната адски резонировала. Это было, ну, почти невыносимо слушать. Вот. Но я посчитал, что ладно, наверное, это просто полочники, это просто, как бы, усилители и так далее. Давайте я включу что-то другое. Я привез тогда мощник, достаточно дорогой, техник с SE-A5. С огромными стрелочками, такой аппаратик. Вот. И я включил, и колоночки тоже уже были, как бы, другие. И все повторилось. В общем, в итоге получилось, что в этой комнате слушать было просто невозможно. Я пробовал разную акустику, и все это звучало, ну, ужасно. Просто ужасные резонансы и гудения. Это было, ну, просто невыносимо. А что это давало? То, что гудение резонансов абсолютно исчезало разрешение музыкальное. То есть детализация пропадала напрочь. И какой бы вы топовый компонент не включали, такое ощущение, что вы какой-то включили низкобюджетку. Это, ну, было отвратительно. Потому что вы включаете высококлассный аппарат, а слушаете крайне бюджетный гудящий звук. Это, ну, как бы, не очень хорошо. Это можно понять, если вы, да, используете бюджетку, да, и она так звучит, но это нормально, как бы. Тем более, обычно, вас она на тот момент и устраивает. Но если вы обладаете дорогими усилителями, они звучат как бюджетка, но это не очень хорошо. В какой-то момент у меня появилась акустика JBL 4312B MK2. Это очень хорошая акустика, дико прозрачная. Она великолепно звучит. Но в этой комнате она была той акустика, которую хоть как-то мог слушать. Но на небольшой громкости. Стоило мне чуть-чуть прибавить. Причём я-то вообще не любитель на высокой громкости слушать. Поэтому я и так-то слушаю негромко. Но даже и на моём уровне это уже было проблематично. То есть мне приходилось совсем тихо включать. А если я начинал прибавлять погромче, опять появлялись резонансы, гудения в комнате, разрешение становилось ниже плинтуса. Это было опять отвратительно слушать. Хотя у JBL 4312B MK2 очень высочайшее разрешение. И я прошу не интерполировать на современные. 4312E или 4312N, у которых совершенно другие динамики, которые значительно, на мой взгляд, хуже звучат. Они имеют компрессированное такое неприятное звучание. А 4312B, оно имеет вот эти колонки. У них, во-первых, NCH-динамик там типа бумажный, но сверху покрыт керамикой. То есть особая конструкция. Плюс титановый твиттер. Сделано очень всё круто. И звук прям фантастический. Ну плюс там акустика фазоинверторная. Поэтому она сама по себе может немножко давать фазоинверторные призвуки. Там гитара или вокал в какой-то момент может поорать из-за фазоинвертора, который на вас направлен. Ну то есть вы что-то услышите из самого фазоинвертора. Вот. Есть такой небольшой недостаток. Но в конечном итоге я это поменял на Диатон ДС-77Z. И это настолько восхитительная акустическая система в закрытом ящике, что это были единственные акустические системы, которые вообще игнорировали то, что комната ужасно гудящая. То есть в них звук был по-прежнему крайне детальный, ну высококлассный. Была такая, в общем-то, замечательная особенность. Вот. Но понятно, что надо было с комнатой что-то делать. Я не был так вот прям готов взять и, ну, пойти купить вот эти вот акустические плитки и так далее. Ну, во-первых, они абсолютно не дешевые. Тем более, если вы рассчитываете на какие-то фирменные решения, там, зарубежные, они вообще очень дорого стоят. Я допускаю, что у фирменных плиток лучше качество и так далее. Но, как бы, на то потратить деньги, в чем вы особо не уверены, да. Ну, допустим, я мог там на eBay заказать эти плитки, они дорогие. Вот. И их наклеить, и получить нулевой результат. И что бы это дало? Ну, я бы себя чувствовал просто ослом. Вот. Я и так-то себя чувствовал, когда заказывал их. Я, конечно, посмотрел множество роликов в YouTube. На самом деле роликов вот такого уровня информации, как сейчас и я рассказываю, нету. Есть ролики такие профессиональные, где, например, стоит барабанщик, и у него постепенно вокруг него комнату обрабатывают вот этим поролоном, и звук меняется, все это показано. Да, это все здорово, но это конкретно в чужой комнате и так далее все это обрабатывается. Как это будет у меня, я же не знаю, а деньги нужно тратить здесь и сейчас, и мои, они не какие-то мифические, упавшие с неба. Ну, сами понимаете, есть такая небольшая дилемма в этом плане. Вот. Ну и, соответственно, я посмотрел на ибеевские цены на эти плитки, ну, было дорого, и я, в общем-то, стал искать какие-то российские решения, и в итоге я нашел сайт, компания Echoslayer называется, я не помню, какой это город, может, Калуга, в интернете посмотрите. Короче, компания называется Echoslayer. У них логотип в виде акулы такой, там акулы и что-то такое, и на сайт заходишь, там написано, что именно сейчас идет скидка, и вот если ты не успеешь, она там буквально кончается, то все там, типа, будет цена другая, но это такой фейк там, в общем-то, это перезапускается, и она круглый, вечно там показывает, что якобы какая-то скидка. Ну, короче, такая дуристика. Ну, я позвонил им, потому что как я буду покупать, не поймешь, ну, сайт какой-то, может, там вообще это фейк там нет, может, ничего. Поэтому я им позвонил. Вот, я с ним пообщался, они мне рассказали, что да, вот такие, такие плитки, ну, типа, без проблем. Ну, хорошо, я заказал. Ну, тоже как бы в деньги немножко упирался, потому что, вот, можно было плитки разного вида заказать, они в основном еще отличаются глубиной протектора, то есть, насколько там можно, вот, насколько глубже они могут быть. Ну, я выбрал, вот, чтобы они были побольше. Сама структура вот этой плитки, ну, она достаточно пористая, так вот, если я ее потру, она, ну, не шелушится и уже хорошо, в принципе. Я не скажу, что она какая-то супер твердая, там, можно ее, это, ну, так, терпимый уровень качества. Цвет, конечно, я как-то, когда выбирал, мне казалось, что это будет что-то бордовое. Ну, такой красивый бордовый цвет, типа, даже чуть ли не до венги, до уровня. Ну, потом я сравнил с фотографиями на сайте, да, я и сам себе нафантазировал, в общем-то, поэтому, ну, претензий-то нет никаких насчет этой плитки. В общем-то, что там было изображено такое, я в итоге, в общем-то, и купил. И я купил что-то в районе 80, по-моему, плиток таких вот, но не плитки были самым дорогим. Самым дорогим оказались вот эти вот басловушки. Они занимают весь угол, вставляются в угол, и, если можно посмотреть, да, вот они от пола и до потолка идут. Но, это не одна басловушка. Чтобы сделать так, понадобятся две басловушки. Ну, что ясно, что недешево. Потому что одна басловушка на тот момент, она стоила 1600 или 1700 рублей. По-моему, 1700 рублей. Вот представьте, на угол надо две басловушки. Две басловушки – это 3400 рублей. Это один угол – 3400 рублей. Второй угол… Сейчас покажу. Вот второй угол. Это еще 3400 рублей. То есть, это уже получается… 7800, да? А в комнате четыре угла. Поэтому я, как бы, не осилил такие траты. И у меня углы оказались… Вот видно, да, что ряд углов у меня пустые, не заполнены. Вот. По-хорошему, там должны быть басловушки, но я решил, что я туда поставлю что-то вот вроде пальмы, какие-то деревья и достигну, в общем-то, примерно того же. Потому что смысл какой? Сделать дробление звука. То есть, чтобы звук не отражался. Для этого подойдет не только, ну, такие вот какие-то элементы, но можно… Любые вещи, которые звук разобьют и не дадут ему плотно… Ну, единым полотном отражаться. То есть, то же дерево, из которого много листьев торчит, оно не даст, как бы, ему создавать вот эти резонансы. Ковер на полу не даст, с высоким ворсом. Ковер на полу я пробовал. Ну, на тот момент, без вот этих вот плиток акустических, это ничего не давало абсолютно. Как бы, или недостаточно было покрытия полу. Но я же не могу сюда 10 ковров там расположить и так далее. Я положил один, это ничего не дало. Что, в общем-то, занавески способны помочь в этом деле. Если у вас есть плотные шторы, то можно использовать плотные шторы. Они тоже будут препятствовать созданию резонансов, и звук будет в них не отражаться, а вязнуть. Ну, это хорошо. Раз нет отражения, значит, в чем, в общем, проблема? Вот вы сидите перед колонками, да? И звук, по идее, должен из колонок пролететь в ваши уши. И все. Но на самом деле, звук пролетает в вас, ударяется о стену сзади вас, возвращается опять в ваши уши. Где колонки, там тоже. Сзади них звук ударяется, возвращается опять в ваши уши. Получается много переотражений, много вот этого лишнего шума, мазни такой. И теряется детализация, вы слышите какое-то низкосортное звучание. Хотя это вообще не от аппаратуры зависит, получается. И второй момент. Можно, конечно, сесть прямо лицом, упереться в эти колонки и получать звук. Но это не серьезно. Вы будете в метре сидеть от колонок и себе практически в уши воткнете. Ну, это тоже не прослушивание, согласитесь. Поэтому надо было что-то сделать. И я купил вот эти плитки. Сами плитки, они там, я не помню, рублей 45-70, что ли, одна плитка. Короче, у меня вот это все получилось в районе то ли 11, то ли 13 тысяч я дал. Точно не могу сейчас сказать. Ну, плюс доставка там. Доставку мне отправили пэком. Ну, пэк я, честно говоря, очень недолюбливаю. Вот, ну, там, когда я предложил другими какими-то компаниями, мне тоже сказали, да, пожалуйста, но я посчитал, там получалось сильно дороже. Ну, поэтому, думаю, ладно, пусть пэком едет. Все-таки и так дорого. Плюс еще доставки там терятся. И плитка из поролона, ну, что, не разобьешь ничего, если только порвать там и умудриться. Вот. В итоге приехала вот эта вот плитка. Приехали бас-ловушки. Для поклейки я использовал клей КС. Он так и называется, клей КС. Строительный такой. Это, в общем, ведерки, и там такая белая жижа. Ну, не похоже на пластилин, более жидкая немножко. Ну, что-то вот ассоциации такие есть. Вот. И я наклеивал, я не стал срывать обои, потому что плитка сама по себе, она легенькая. Я просто на обои разметил и на плитку намазывал. Знаете, как намазывал? Ну, прям шпателем. Я тут, в середочке, ну, бока, не всю ее плоскость, потому что мне важно, чтобы он просто держался. Я вот несколько раз там где-то мазнул, ее шлеп, прилепил. И следующая так. Еще обратите внимание, что они, ну, одна так вот расположена горизонтально, другая вертикально. Это сделано специально. Ну, я пытался вот эту поверхность сделать более, ну, разнообразной, чтобы звук не отражался, в принципе, хотя он и так там вязнет. Вот. Ну, и, соответственно, когда я поклеил первую стенку, вот эту только, я включил, и не услышал разницы. Ну, то есть, разницы не было. Ну, логично, потому что сзади колонок, видите, у меня там колонки стоят, и получается, эта стенка сзади них, а они-то звучат мне в уши, и, соответственно, отражаются от голой стены, и опять мне вот эту мазню делать. Вот. И разницы я не услышал. Но у меня было в планах еще и вторую стенку заклеить. Правда, уже количество плиток было, ну, ограниченное. Поэтому на вторую стенку я уже вот так вот скромно наклеил. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь плиток. Буквально ушло. И сам вот диван, на котором сидишь, он тоже же отражает. Вот. И вот это, вот уже вот это, дало огромный эффект. Мне первое время мозг отказывался воспринимать это, потому что количество информации, которую я слушал, оно просто гигантски увеличилось на невероятный объем. Во-первых, мне показалось, что звук стал такой более сухой, более подробный. Очень обострились звуки инструментов. Очень стало просто фантастически интересно слушать трензиентов. Их стали как минимум слышать. То есть, ну, произошел на самом деле гигантский скачок. Я первые сутки, я слушал, я никак не мог понять, потому что такой огромный поток информации на вас обрушивается. Вы всегда слушали, и этого никогда не слышали. И, короче, первые сутки я пребывал в растерянности, потому что не было понятно, что я слышал, потому что мозг просто бунтовал от такого объема информации. Вот. Через сутки я, конечно, в этот звук абсолютно влюбился, потому что это было, ну, невероятно потрясающе. Дикая детализация, абсолютно там фантастическая детализация. Все слышно. Ну, это получилась фантастика абсолютная. Поэтому, в общем-то, вы спрашиваете, что дают эти плитки. В моем случае это дало просто огромное преимущество. Я получил великолепный, высококлассный звук. А в вашем случае, я не знаю, у вас насколько гудит комната. Она, может, у вас вообще не гудит. Например, в предыдущей квартире у меня была с прекрасной акустикой. Там тоже были панельные стены, но там звук был потрясающий. Просто так сам по себе. Ну, там висели, да, плотные шторы. Там лежал ворсистый ковер. И комната была такая длинная, протяженная такая. Узкая и длинная, протяженная. И, конечно, колонки стояли по широкой стене. Вот там был изначально звук классный. У меня бы там и идеи не возникло что-то там делать с акустической обработкой. Но в данном месте здесь было невозможно слушать абсолютно аудио. А после вот таких вот манипуляций стало очень хорошо. Поэтому мне это очень много дало. Вы можете уже смотреть, даст ли все это вам какие-то преимущества. Вот. Ну, эффект есть. Если комната рождает резонансы от звучания, то эффект, конечно же, есть. Поэтому, если у вас все совсем плохо, и вы не можете это решить подручными средствами, ковром, плотными шторами, разными вещами рандомными, которые где-то на полочках лежат, деревья, там пальмы торчащие и так далее, то, да, плитки классное решение. Цветовая гамма там была не только такая вот красная, ну, как бы, не знаю, удачная, неудачная. У меня такое ощущение было, что цвет обоев должен подходить, но в итоге не подошел. Поэтому, я бы, честно говоря, обои бы переклеил. Мне очень не нравится, как получилось. Вообще эти обои не нравятся. Неудачно их очень выбрал. Вот. Но это визуальное решение, как бы. Там есть, вот у Эхо Слэра, из синего цвета плитки, и черного цвета, серого цвета. Ну, там, в общем-то, на выбор. Можно ли их мыть? Ну, я протираю их тряпочкой от пыли, допустим. Можно, конечно, пылесосом, можно тряпочкой. А это я делаю. Потому что, ну, любая вещь, там, она, да, постепенно пыль-то собирает. Это понятно. Поэтому, использование акустического оформления комнаты, если она изначально дает плохой результат, ну, крайне рекомендуется. И вы можете разными путями этого достигнуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры создавал DimaTorzok